МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... ...сказать, не высказать, не высказать. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1430М, 99,1 FM, на нашем веб-сайте radio-nvc.com, на нашем канале в YouTube. Кстати, всем привет, все, кто уже подключился, смотрят, комментируют, пишут. Привет всем вам. И те, кто в дороге с помощью веслатного приложения на ваших айпэдах, айфонах, radio-nvc также, ну а кто пользуется другими платформами, просто через браузер зайдите на нашу веб-страничку radio-nvc.com, и там будет прямой эфир, можете послушать и посмотреть. Скажи проще, Сережа, работают все радиостанции. Помнишь, когда-то... Ну вот, скоро будет. Да, вообще география наша довольно обширная. Сегодня у нас состав немножко поменялся. Анатолий Червец сегодня выполняет самую почетную миссию. Самую приятную. Самую приятную, самую почетную он сегодня со своей внучкой. Есть в русском языке такое слово «беби-сейтерствует». С нами в студии Олег Ватлак и Игорь Фиалко. Здравствуйте, Игорь, вы сегодня у нас впервые в студии. Здравствуйте. Добрый день, вы радиослушатели. Так, телефон студии по-прежнему 847-400-5200. Если вдруг у вас возникнет желание задать вопрос или поделиться с нами своими мыслями, милости просим или поучаствовать в разговоре. А начнем мы, наверное, вот с чего. Такая тема очень болезненная, широкая. Нет, мы не с нее начнем. Опрос общественного мнения, опросы были проведены. Сегодня утром смотрел, не помню, кто показывал, кто что. В общем, приоритеты в канун выборов. И там примерно вот таким образом все это разделилось. Здесь экономика, health care, потом иммиграционные проблемы. Ну, а дальше там вниз, самая последняя, это тема оружия, контроль над оружием. Это самое последнее место. Что касается экономики. Вы оба в бизнесе, вы оба занимали, так сказать, ваши, если есть какие-то данные, ну, допустим, 224 тысячи рабочих мест. За прошлый месяц добавили, отчиталось Министерство труда. Мы по-прежнему продолжаем держать вот этот рекорд. За последние 50 лет у нас безработица на самом низком уровне. При этом я хотел отметить, что специалисты среди наших радиослушателей, среди наших, так сказать, оппонентов в соцсетях, есть люди с высшим экономическим, юридическим образованием. Так вот, специалисты Уолл-стрит прогнозировали прирост рабочих мест, по-моему, 174 тысячи. Ну, там уж специалисты, специалисты, экономисты. Ну, потому что Обама, когда выступал в Детройте, я уже говорил об этом, он говорил, ну, подумайте сами, ну, вы же образованные люди, ну, как может Трамп увеличить количество рабочих мест? При помощи волшебной палочки. Как он может сюда привести эти работы? Ну, вот как-то вот так вот. Окей, ваша вот персональная, так сказать, точка зрения по поводу экономики. Игорь. Ну, экономика, во-первых, действительно выросла, и это понятно, и это видно. Начнем с того, что Трамп, естественно, бизнесмен. В первую очередь он всегда занимался бизнесом. Он знает, как разговаривать с другими бизнесменами, он знает, как с ними вести переговоры. И даже вот эти вот переговоры, которые он начал перед тем, как его выбрали в президенты, когда он начал говорить с General Motors и с такими компаниями, я сказал, или вы уходите, или мы вас облагаем тарифами или налогами, или вы остаетесь здесь, и тогда мы вам даем какие-то привилегии. Это привело к очень большому росту мест. И да, General Motors, в конце концов, они закрыли несколько заводов, и все понятно. Но, тем не менее, в общем количестве, когда мы смотрим просто-напросто плюс-минус количество рабочих мест, в рабочих местах и даже вот такие вот, как люди с высшим образованием, они, конечно, повысились. И это, конечно, очень важно. Очень многие говорят о том, что это не случилось просто так, это не потому, что Трамп пришел в Белый дом, это уже была при Обаме тенденция. Да, действительно, увеличилось количество рабочих мест, но если вы копнете немножко глубже, то вы увидите, что эти места все были временные работы или работы парт-тайм. То, что он сделал с угольной промышленностью, сколько людей стали, получили работы. Кроме того, не забывай, что для того, чтобы эти люди работали и туда приезжали, им нужно жилье, там идет строительство сумасшедшее. И вообще, если, кстати, ты посмотришь, что строительство не уменьшается. Может быть, Real Estate немножко в упадке, как говорят многие риэлторы, я имею в виду строительство... Если ты говоришь про наш штат, то это вообще... Да, это не считается. Но наш штат это вообще out of question. Нет, имеется в виду в общем, overall. Хотя последние данные показывают, что именно в строительстве количество рабочих мест, по-моему, на несколько десятков тысяч возросло. Опять-таки, не в нашем штате. Не в нашем штате. Наш штат это вне конкуренции. Олег, то, что ты говоришь насчет того, что сейчас разговаривает насчет того, что это было при Обаме и все. Несколько исторических просто взглядов. Когда Реган предложил, чтобы налоги сократили тоже, для того, чтобы рабочие места повысились, в то время его оппонент Джордж Буш, он сказал, что это назвал-то регономика, назвал это voodoo economics. И, в принципе, это хайл просто-напросто. Оказалось, что он был прав. Кстати, до него это делал... Раньше обрезался налоги, сократил налоги. Джан Кеннеди. Джан Кеннеди. Когда Джан Кеннеди обрезал налоги, тоже экономика пошла вверх. И когда уже пришел... Возвращаемся к Регану. Тем, что он обрубил налоги. Он не только поднял экономику Америки, которая была в большой дуже при Картере. Это дошло до того, что еще Буш этим воспользовался, когда был президентом. И даже Клинтон. И когда Клинтон взял себе... Тоже сказал, что при нем экономика возросла. В принципе, нет, она не возросла. Она просто продолжала течь по руслу, который начал Реган. А при Обаме это все обрушило. При Буше, в принципе, при Буше 43-м, это все обрушилось. И Обама это просто... Продолжил это идти вниз. Когда говорят о том, что экономика начала расти при Обаме, я все время пытаюсь объяснить людям. Понимаете, когда экономика грохнулась вниз, ударилась об дно, ей больше некуда двигаться, кроме как наверх. Просто другого пути нет. Либо страна должна закрыться и умереть, либо ей деваться некуда. Она ударилась об дно, поэтому очень... Обратите внимание на стагмаркет. С первого дня, когда Трамп стал президентом, и даже до того, все аналисты говорили, ну все, маркету пришел к... Даже нобелевский лауреат Пол Кругман... Да, я помню. И вот до сих пор говорят, 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 а маркет и растет, и растет, и растет, и растет. Вчера побил... Вчера или позавчера побил опять. Опять рекорд. Да, опять, да. Звонок у нас есть, давайте примем. Давайте звонок примем. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. если посмотреть общую картину, исторически, хотя бы вот в 20 веке, что происходило в нашей стране, все, что делают демократы, и все, что они умеют делать, это redistribution. То есть взять у тех, которые зарабатывают, и отдать тем, кого можно подкупить. Спасибо, абсолютная правда. Это вот так оно и есть, так было всегда. К сожалению, оно продолжается, и ни для кого не урок. Окей, с экономикой все понятно. Экономика должна удовлетворить всех. Если еще посмотреть на инвестиции, очень сильно увеличились инвестиции предприятий. Ну, за счет того, что повысили, дали немножко лучше, более, больше, лучше вздохнуть компаниям, то они теперь могут, деньги, которые они... Это, кстати, относится к закону о налогообложении, который подписал Трамп. Об этом я и говорю. Кстати, то, что вот сказала радиослушательница, это приводит старый... Кто это сказал? Черноморзин. Экономика должна быть экономной, да? Да, экономной. Вот. Трамп, в принципе, делает немножечко экономику экономной, потому что он не разбрасывает деньги на соцпрограммы, на которые разбрасывал их Обама. И мы больше не говорим о таких вещах, как Солиндра и вкладывание в деньги в другие идиотские мероприятия. Он еще уменьшен количество людей, которые получали фудстемпс, налоги на... Да, потому что они работают сейчас, да? Потому что пошли работать. Тут наши радиослушатели пишут в YouTube. Пожалуйста, дорогие друзья, очень хочется узнать о сваре в демократическом лагере между Пелосией и Алексашкой. Ну, вы знаете эту историю, что Александра Кортес обвинила Мэнси и Пелоси в том, что она, как говорится, отделила некоторых конгрессменов, которые отличаются цветом кожи, и назвала ее расисткой. И не назвала ее, а она... Вроде бы она это имела в виду. Вот буквально вчера ей в прямом эфире задали этот вопрос, на что она страшно перепугалась, поменялась в лице и говорит, нет, нет, что вы, что вы, нет, конечно, я это не имела в виду. То есть она поняла, что она, как говорится, начала, знаешь, как говорят в русском языке, она сплела себе лапти, да? Так вот она, по-моему, поняла, что она немножко обгадила себя, и надо было как-то выходить из положения. Ну, вроде бы они уже там как-то договорились до чего-то, вроде бы временное перемирие настало, хотя я думаю, что она после этого долго не продержится. В принципе, за что можно уважать демократов? Это за то, что они сплоченные. Непонятно, какие идеологии ими руководствуют. Они всегда сплоченные вместе, не читанным республиканцам. Поэтому, да, в конце концов, они найдут общий язык. Но то, что Камила Хэррис обвинила Байдена в расизме, и то, что Нэнси Пелози была обвинена в расизме, это, конечно, очень приятно, хотя бы тем, что они получили как раз то, что они пропагандировали столько лет до того. Это мне напомнило русскую интеллигенцию, которая поддержала большевистский переворот, и которые потом болтались на фонарных столбах. Да, да, да. Вот это у меня сразу вернуло в память вот в те времена. Кстати, обращаясь к российской карте, вчера очень-очень интересно было у Хеннити, когда он пригласил к себе на передачу, в передачу, он диктор демократической партии. Я не знаю, я его не видел ни разу, это афроамериканец, который, как видно, выступает в СНН или в других каких-то там других радиостанциях. Да, так, тема была та, что Байден предложил нашей тюрьме освободить на 50%. И затронул вопрос о том, что в тюрьмах очень много сидит чернокожих, незаслуженно. И Хеннити говорит, подождите, вы считаете, что их должны освободить только потому, что у них цвет кожи? Такой он говорит, да. То есть вы считаете, что их вот так вот на улицах просто так хватали только из-за того, что они чернокожи? Говорит, конечно, да, а что, нет, не было таких случаев. Направо и налево хватает людей только из-за цвета кожи. Что можно еще говорить? Ну, раз свою карту они разыгрывали всегда по одной простой причине, что афроамериканцы голосуют блоком за демократов порядка 94-95%. И если, не дай бог, они потеряют, а сейчас под ними земля шатается, потому что безработица среди афроамериканцев рекордно низкая. И люди, которые работают, они понимают, нахрен нам нужно планировать за этим. И появились некоторые даже люди в афроамериканской общине, которые просто-напросто говорят, а что они для нас сделали? Вот за столько лет, сколько мы с ними возимся, это, конечно, не так много таких людей. Это Кандалиса Райс, это Кендис, это несколько человек. Но, тем не менее, вдруг появились люди, которые больше не маршируют вместе с демократами. И они этого очень боятся. Но у демократов, естественно, девиз «дели и властвуй», разделяй и властвуй. Вот они это делают. Поэтому они делят на расы, делят на пол и так далее. То есть, похоже, что афроамериканцы потихонечку покидают демократические плантации, и это демократов очень настораживает, и они предпринимают отчаянные попытки сохранить андеркласс за счет нелегалов, за счет Центральной Америки, за счет людей, которые не способны адаптироваться к этой системе, которые всегда будут зависеть от правительства, а следовательно, каждый ушлепок типа Барни Сандерса будет выходить и говорить, что мы должны вам бесплатно дать или дать вам работу, чтобы вы получали достойную зарплату, а если нет работы, мы должны вам просто так платить. Не забывайте о том, не голосовали за эту базу. Не забывайте о том, что, знаешь, иногда говорят, ну что Трамп сделал, господи, ну что он делает там в этом Белом доме? Один из тех указов, о которых очень многие забывают, это вливание денег вот в эти неблагоприятные районы, улучшение качества обучения в школах, строительство каких-то там дополнительных предприятий. Короче, он хочет эти районы вытащить из грязи. Камала Хэррис, она предлагает другое. Она сказала, мы вам дадим 100 миллиардов долларов для того, чтобы чернокожее население могло покупать дома в белонаселенных районах, потому что раньше банки ей отказывали в этом. Но мы там уже были в 2008 году. Бед Воррен, она сказала, что вот американские правительства, у них контрактов на 500 миллиардов, по-моему, в разных контрактах государственных. Так вот, Если будешь микрофон говорить, то хуже от этого не будет. Да, я не говорю микрофон, я прошу прощения. Задумался. Так вот, она говорит, что зарплаты должны быть уравнены все. Независимо от того, какой у них стаж работы, независимо от занимаемой должности, все чернокожие и женщины должны получать столько же, сколько белый мужчина. Вот, поэтому я не знаю, я думаю, вот может себе операцию сделать, переделаться в чернокожую женщину. Зачем просто выявить, что ты чернокожая женщина и все? Поменяйте документы. Я могу сказать, что я... Давай, мы обязательно продолжим. Я бы все-таки хотел вернуться к этому противоборству между Пелосией и Корсесом. Но насчет, кстати, Сережа, я добавлю к тому, что ты сказал. Не то, что они, не только они хотят вот этих вот нелегалов легализовать, так сказать, так, они предлагают репарации черным, чтобы назад вернуть их свои круги. Это тоже немаловажно. Это тоже интересная тема, о которой мы обязательно поговорим. Значит, Кассия Кортес и Нэнси Пелоси. При всем накале вот этой вспышки сегодняшнего дня, вчерашнего дня, когда они обменялись там взаимными упреками, я хочу сказать, что это такое внутреннее, ну, такое мелкое внутреннее междоусобице, мелкое внутреннее междоусобице. Но, в принципе, идеи, которые и та, и другая поддерживают, они абсолютно одинаковые. Они оба в одном русле. В одном русле. То есть, это никак... Они не центристы, они оба на флангах. Кто мог себе подумать и сказать, что Нэнси Пелоси, там, скажем, центр-левт? Никогда. Она левая, 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 а это просто залезло и куда-то совсем... Она уже больше не демократка, она демократ-социалка. Да. Ну, сейчас же ведутся разговоры о том, чтобы демократическую партию разделить на две части. На демократическую и демократическую. Было бы здорово. Социал-демократическую. Было бы здорово. Шикарно было бы. Я только за. Я только за. А причем, да, у них, судя по опросам, по-моему, 42% населения предпочли бы жить при социализме. Возможно, они поддержат социалистическую партию. Хотя, на самом деле, ведь всегда все опросы показывают, что порядка 25% позиционируют самих себя как, ну, либерал такие, хардкор. Скоро будут крутить по всем радиостанциям песню Beatles back in USSR. Да. Окей. Нет, так они еще там не были. Друзья мои, мы, наверное, сейчас сделаем небольшой перерыв. Да. Послушаем рекламные объявления. Вы переведете дух, мы переведем дух и вернемся. Возвращаемся в программу Народная трибуна. С нами в студии Игорь Фиалко, Олег Падлов. Меня зовут Сергей Зацепин. Ну, и, конечно, все вы, если позвонить по телефону. 847-400-5200. Не забывайте. Очередной рейд ожидается. Вот тот, который перенесли, отсрочили по депортации нелегальных иммигрантов. Причем мы должны внести ясность. Речь идет не о депортации десятков миллионов нелегальных иммигрантов, которые проживают на территории Соединенных Штатов Америки и обходятся нам в десятки, если не сотни миллиардов долларов. Речь идет о тех нелегальных иммигрантов, которые прошли все процедуры, которые обращались в суд, подавали апелляции. Да, кстати, в связи с этим у меня вопрос. Вот наши оппоненты, некоторые иммиграционные адвокаты, все время там пишут в соцсетях... По-моему, все иммиграционные адвокаты, наши оппоненты. Нет, не все. А пишут, что мы с этого никакого бизнеса не имеем. Мы с нелегалов никакого бизнеса не имеем. У меня вопрос. А вот те нелегальные иммигранты, которые прошли через массу, так сказать, собеседований, судов, апелляций и так далее. Они это делали сами или они все-таки обращались к иммиграционным адвокатам? Я могу предположить, что все-таки они обращались к адвокатам, но трудно себе представить, что какой-нибудь гондурасец, который не умеет ни читать, ни писать, не только по-английски, но еще и по-испански... И не знаю законов. Да. И он обращался, писал апелляции и так далее. И у меня все-таки есть подозрение, что им помогали иммиграционные адвокаты. И смею предположить, что это не бескорыстно. Я читаю их комменты, и когда они говорят, что это неправда, наш бизнес не построен на них, я не знаю, правда или нет, но то, что их идеи, которые они выказывают в сетях, и их взгляды, и по поводу концентрационных лагерей, и по поводу... И по поводу... Да, у нас звонок, извините. Да, мы вас слушаем. Добрый день, это Наум Шамдиага. Здравствуйте, Наум. Я хотел бы продолжить разговор об экономике. Я нашел в интернете информацию, похожую на правду. Я хотел бы узнать, вы можете это подтвердить или нет. Трамп перекрыл все каналы, которые Обама сделал под конец своей службы. Он все отпуска, все помолили, Ну, понятно. Спасибо большое. То есть, речь идет о том, что как бы запланированные расходы из фонда президента на поездки, якобы полуофициальные, полу какие-то, на самом деле, там колоссальные суммы денег, а на самом деле в этот проект входила там семья Обамы, родственники и прочее, прочее, вся эта не шпока. Ну, если учесть, что у Обамы было только 27 человек, обслуживающих персонал, свита, как говорится. Если учесть, что Иванка Трамп и Донелл Трамп не берут никакую зарплату. Да. И учесть то, что, в принципе, Трамп летает на своем самолете. Я не знаю, я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, но эту информацию я тоже видел. Я не видел. Официально я не видел. Вот в интернете такая информация гуляет, что Трамп, типа, отозвал вот это решение и теперь Обамы будут... Ну, там еще более круто написано, поэтому я склонен думать, что это, наверное, все-таки скорее желаемое за действительное, потому что там, типа, еще и реимберс должен. Вот то, что они там с семьями, с многочисленными родней со всей своей лохматой летали, куда-то отдыхали. Я думаю, что это... Скорее, это должно было бы произойти, чем это произошло. Мне кажется так. Я не могу точно сказать. Так вот, возвращаясь, да, к проблеме нелегальной миграции и так далее. Депортировать должны тех, вот, акция, которая должна состояться. Я пытаюсь открыть дверь. Да. Это нам звонят в дверь, я пытаюсь открыть с помощью телефона. Значит, депортировать должны тех, кто прошел все апелляционные процедуры и кто получил решение иммиграционного суда о депортации. Отказом, отказом. То есть, есть решение суда о депортации. И АИС должен, собственно, в этом заключается его задача, исполнить закон, исполнить решение суда. Но тут противоборствующая сторона начинает препятствовать правосудию. Назовем это так. Абстракшн оф джастис. По-английски это звучит так. Что криминальное дело. И поэтому люди, которые препятствуют правосудию, по идее, должны быть осуждены и пойти в тюрьму. Ну, я назову просто несколько имен, которые мне приходят. Мэр Лайтфуд заявил о том, что никаких, так сказать, никакой кооперации между местной полицией и федеральными структурами не будет. Нэнси Пелоси. Губернатор Притцлер. Ты помнишь, мэр Окленда сделала то же самое год назад. Тоже должна пойти в тюрьму. Нэнси Пелоси инструктирует нелегалов, как им избежать этого. Хиллари Родом Клинтон разместила информацию на испанском языке. Как избежать этого? Я думаю, что эти люди... Вообще удивительно, на чьей стороне стоят эти подонки? На стороне граждан, которые нелегально проникли в нас. Самое интересное другое, что еще, я извиняюсь, в церквях, испано-этичных церквях, пасторы во время своих разговоров они тоже говорят, что они должны делать для того, чтобы спрятаться от полиции. Это от правосудия. В принципе, мы можем поговорить по-другому. Если эти люди хотят жить в Соединенных Штатах, мы уже знаем, что они не соблюдают законы Соединенных Штатов, потому что они пришли к границу нелегально. Но если они, в принципе, хотят жить в Соединенных Штатах, и они хотят слушаться дальше своих законов, давайте пошутим. Я с большим удовольствием бы принял бы их и отправил бы на их место AOC, Полоси, Лайтфорд. Заменить вот. Да. Этих антиамериканцев. Если мы на минуточку вспомним вообще, как эти люди оказались в Конгрессе, это мы их выбрали. Для чего мы их выбрали? Чтобы они исполняли законы, следовали Конституции. А что получается? Получается то, что они не делают этого. Значит, мы, по идее, должны их отозвать оттуда. Олег, ты не совсем прав. Люди, которые их выбирали в Конгресс, мы действительно поддерживают законы и хотят поддерживать законы. К сожалению, люди, которые выбирали их, им все равно насчет законов. Они хотят иметь какие-то другие привилегии. У меня сняли это с языка, я хотел этим закончить. Видишь, как мы мыслим с тобой одинаково. Иными словами, Палестинку, Рашид, избрали мусульмане, которые хотели бы, так сказать, на наши головы обрушить законы шариата. Если ты посмотришь, у Рашиды Тлаиб, 70%, которые за нее голосовали, это белое население. Ты опять мимо микрофона говоришь. Ой, я прошу прощения. К сожалению, скорее всего, ну и за Ильхан Амар голосовали не одни сомалийцы. За нее голосовали евреи, которые живут в этом славном штате. Евреи, которые ненавидят Израиль, которые хотят превратить эту страну в некое подобие европейского объединенного сообщества. Потому что нас там мало бьют уже в Европе, поэтому почему бы не здесь. Конечно, я же не говорю, что исключительно они голосовали. Нет, к величайшему сожалению, нет. Ты посмотри, он профессор заявил о том, что люди в Советском Союзе жили лучше, чем мы живем здесь в Америке. Это профессор университета, который это внушает в головы вот этих вот ребят, у которых мозг как пластилин сегодня еще, и из которых можно вылепить все, что вы хотите. Абсолютно. Это объясняет вот это огромное количество полезных идиотов, которые хотят жить при социализме. Почему бы она не последовала примеру вот того профессора университета, который застрелился? В ногу себе стрелил или застрелился? Нет, он застрелился. Просто застрелился. А, да, да. А он выжил? Точно. Я не знаю. Я не знаю. Да, да, да. Был случай. Был случай. Знак протеста один профессор. Там люди уже деньги сдают. Я предлагал, что я даю 5000 на то, чтобы купить оменишн для того, чтобы... Мы никого убивать не собираемся, но если в знак протеста против тирании Трампа кто-то из демоградов захочет застрелиться, милости просим. Мы возражать не будем. Убивать мы никого не будем, но возражать против ваших вот таких протестных действий мы тоже не будем. Это просто показывает насколько человек болен головой. Если он может такое сделать. А ты все. Просто это крайняя степень. Я вообще не понимаю. Я все время задаюсь вопросом и говорю себе, ну может нормальный человек скажем, голосовать за Притцкера. Человек, который работает, который получает доход какой-то или платит налоги. И Притцкер во время избирательной кампании обещает ему, слышь ты, я вот тебе повышу налоги вот на это, на это, на это, на это. Вот это станет дороже, это станет дороже. И жить ты станешь хуже. Но. Приме. И при этом человек идет и голосует за него. Ты знаешь, что на днях повысили тексты в Кук-Каунте. И вот народ просто в ужасе пишет, как это так, как это так. И одна из жительниц Баффало-Гроу Кук-Каунти части тоже написала, что вот зачем он это сделал, там Притцкер. А я написал, что ну продолжайте голосовать за демократов. Вот он будет. И будет то же самое, вы еще увидите больше. Она говорит, прежде чем такое говорить, вы должны знать, что все губернаторы штатов, которые сидят, все были республиканцами. Ну и все. Я говорю, подождите секундочку. Из них республиканцем только был Джордж Райан. Правильно. Все остальные были демократами. То есть люди даже этого не знают. Абсолютно. И действительно, вот в этих округах, в этих дистриктах, ты посмотри, там же у них супер большинство в Спрингфилде у демократов. Да. И вот люди, которые живут вот тут, я не знаю, в Баффало-Гроу, где-то еще, где-то еще, голосуют за своих конгрессменов, которые идут туда, которые единогласно голосуют за эти мизантропические идеи Мэдигана. Ну, опять-таки, мы говорим про штат Иллинойс, который не входит ни в какие рамки. Если не будет Мэдигана и не будет Коллартона, то, может быть, что-то где-то появится. Но в защиту вот этого рабочего, Сергея, о котором ты говоришь насчет того, который голосовал за Прискера, а что ему было делать? Голосовать за Прискера или за Раунера? Раунер не показал себя как губернатор тоже и не показал себя консервативным ни в каком плане, ни в финансовом, ни в социальных. Он тоже подписал указ о том, чтобы было Sanctuary State. Согласен. У Раунера было несколько вариантов, за что можно было поставить ему F. Но ведь ты помнишь, если бюджет не принимался в течение двух лет, по-моему, потому что Раунер пытался что-то сделать. Да, конечно. Но у Раунера это не оправдывает. Это не оправдывает его вот эти вот Sanctuary City, это не оправдывает его политику абортов, которого он поддержал. Он был слабый кандидат. Абсолютно. Но в то же время была попытка. Вот Александр Шафер на YouTube он задает вопрос, просит, чтобы мы уточнили вопрос о том, что демократы, которые номинируются президентом, предлагают выпустить 50% сидящих в тюрьмах. Вот мы уже говорили об этом. Но в частности, это Байден предлагает, чтобы освободить тюрьмы. Давайте примет. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Я хотела просто добавить вам, как бы присоединиться к вашему разговору и сказать, что вы не поверите, сколько достаточно молодых людей, которые сидят, ну как бы работают, потом сидят на диване, слушают CNN и даже не прикладывают немалейших усилий, чтобы разобраться, что происходит, как оно происходит. Они просто слепо верят то, чему говорят CNN и потом идут и голосуют за демократов. К сожалению, это правда, но, к счастью, аудитория CNN сокращается просто прямо как на глазах. Да, даже немножко по-другому. Я вижу это по... Ребята, у меня работают молодые ребята тоже, и у меня мои дети молодые, ихние друзья, они даже не смотрят CNN, они не смотрят ни факт, ни CNN, ни MSNBC, не просто новости. Им в колледже уже что-то пропилили в голову, и теперь вот это вот, то, что им пропилили в голову, они теперь это... Они считают, что вот это вот знание. Они взяли как догму. И это знание, вот это вот то, что они имеют, это опыт жизни, и это так, как должно быть. Опять-таки, мы знаем, чему учат в колледжах. И все наши примеры того же, как мы жили в Советском Союзе, они, конечно, никуда не идут, потому что они уже знают, и они уже имеют опыт. Поэтому то, что они смотрят на CNN и все, они пропускают мимо ушей, потому что, опять-таки, если человек уже знает, и у него, в принципе, когда они начинают с тобой аргументы, они говорят, я тебе сейчас скажу, что я думаю, и мне не надо, чтобы ты отвечал назад. Я пришел. То есть им заложили доктрину в голову, а дальше, вот то, что он услышал или увидел на CNN, это воспринимается, потому что это укладывается в доктрину, которую ему уже вдолбили в голову. Да, да, да. А слово «факс» у него вызывает раздражение, или то, что он услышал на «факс», это сразу отторгается, заведомо, так сказать, никаких и не воспринимается. Дело в том, что вот женщина, которая позвонила, сказала про CNN, вот, да, они смотрят CNN, но у них даже в мыслях нету, что давайте посмотрим вот другую радиостанцию, давайте я копну в интернете. Вот я смотрю, например, «факс» «Ньюс», но я очень часто включаю CNN или СНВС и посмотрите, о чем же там говорят. У нас здесь звонок, давайте примем. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Говорите. Мы вас слушаем. Вчера, ну, сегодня как-то Крамп приступал вместе с... Если можете, приглушите, пожалуйста, приемник, у вас очень сильное эхо. И мы должны решать вопрос о голосовании. Это должно идти в Верховный Совет или Верховный Суд, или же они уже решили, что только имеют право голосовать в Ситязь на Читей. Вы разобрали, а не... Окей. Давайте, давайте об этом немножко. Немножко, да, давайте. Значит, с 1820 года в опросник переписи населения включался вопрос о гражданстве. Являетесь ли вы гражданином Соединенных Штатов Америки с 1820 года. Потом пришел барак Хусейн Обама и по-тихому этот вопрос исключил. Исключил он его не случайно. Я думаю, что даже наши друзья экономисты-адвокаты с высшим образованием, если честно, так сказать, посмотрят на себя в зеркало и могут ответить на этот вопрос, почему это было сделано. По этому поводу у нас тоже были разные дискуссии в соцсетях. Так вот, Барак Обама этот вопрос исключил. А исключил с тем, чтобы скрыть правду от американского народа. С тем, чтобы американский народ не узнал, сколько граждан проживает в этой стране, сколько граждан имеют право голосовать, сколько граждан проголосовало, сколько нелегалов живет в этой стране. Они говорят 11, 10 тысяч, там, кто как цифры называют. Было 15, стало... Да, миллионов. 15, стало 11. И вот эта цифра обсуждается и требует непременно им амнистию объявить, чтобы они стали гражданами. Есть подозрение, что нелегально в стране проживает порядка 30 или 40 миллионов. Вы представляете, какая избирательная база для этой банды? Вы не забыли, что когда люди переходят границу, то по официальным данным 25% из них растворяется и исчезает, их не могут найти по официальным. Сколько по неофициальным, я даже не могу себе представить. Это мы говорим только о тех, кто переходит нелегально границу. Мы еще нужно учесть тех, которые приехали по визам. Причем, вы знаете, это не рассказы откуда-то где-то извне. родители мои рассказывали, когда они работали на предприятии и вдруг там шел слух, что будут там проверять. На следующий день человек 30-40 мексиканцев на работу не пришло. Нет, все исчезло. Я могу рассказать такую небольшую смешную историю. Мой Шурин, он в войсках в Косгарт пограничная охрана? Да, пограничная. Офицер. И он, у него синяя форма, он приезжает к своим родителям на федеральной машине, на государственной машине, идет к ним, звонит дверь. Когда он выходит, он видит, что все травокосилки стоят и работают, и нет одного человека, нету. Он не понял, что к чему. Оказывается, у иммиграционной службы у них точно такие же синие формы, как у него. И они просто-напросто испугались. Это за ними. у меня работал один молодой человек из Гватемалы. И когда, помню, я ему первый раз дал вот эту 1099 форму, я как-то смотрю боковым зрением. Он ее порвал и просил мусор. Я говорю, а чего это ты? Он говорит, а мне не надо. Я говорю, подожди секунду, что значит не надо? Я мне аккаунт, он сказал, ну, тогда не стоял такой вопрос, как сегодня, что куда ни ткнись, нелегалы, нелегалы, на первом месте все новости. И вот как-то он работал, работал. Вдруг в один прекрасный день его нет, ищи все. Так вот, администрация Трампа была намерена включить, вернуть этот вопрос, который существовал с 1820 года. Но тут же нашлись судебные активисты, которых назначил Барак Хусейнович Обама. Сейчас три кейса находятся в рассмотрении, а по одному кейсу уже как бы это дело приостановили. Дело дошло до Верховного Суда. Верховный Суд сказал, что вы имеете все законные основания включить этот вопрос, но аргументы, которые вы представили, вот вам две недели, дайте нам другие аргументы. Значит, вчера была пресс-конференция. Вчера или сегодня? Я слушал, смотрел. Вчера, вчера Трамп выступал. С баром, с баром, и срок пара не видел. Или сегодня? Нет, вчера все-таки была. Вчера. Он вышел и сказал, поскольку у нас нет времени, потому что мы не можем перенести перепись населения, и уже как бы упущено время, нет времени для того, чтобы опять обращаться в суд, и снова начнутся опять сразу апелляции или еще что-нибудь. Окей, мы эту информацию соберем по-другому. Эта информация будет более точная. Мы будем использовать дату АРС, дату там Social Security, дату там еще разных агентств, в которых она будет действительно более точная, потому что нет никакой гарантии, что человек, который заполняет опросный лист, честно напишет, он гражданин или не гражданин, то есть, а он говорит, мы соберем более точную информацию. И тут же все кандидаты от демократической партии в президенты Соединенных Штатов обрушились просто на Трампа. Послушайте, господа, вы кандидаты чего вообще, какой страны вы ищете, так сказать, пост президента? Гондураса, Гватемалы, Сальвадора или все-таки Соединенных Штатов Америки? Разве Конституция не обязывает вас, ну, не дай бог, если кто-то из вас станет президентом страны, не обязывает вас соблюдать Конституцию и прежде всего обеспечить безопасность страны? На сегодняшних слушаниях Кортес заявил, что нет никакой необходимости людей задерживать, нет никакой необходимости содержать их в детенции. То есть, тысячи людей, которые прутся через границу, это не только Гондурас, Сальвадор, это не только МС Тортин, это бандиты с Ближнего Востока, это африканские пираты, это какой только шок. Если кандидат в президенты 4 июля, в день независимости, мог перейти к границу, взять 5 человек и привезти их сюда через границу в Америку, о чем мы еще можем говорить? Вот такой цирк. Вот за такого вы будете голосовать. Значит, пару точек мнений, если можно. Первое, когда Советский Союз начал выпускать евреев из Советского Союза, и многие начали приезжать в Израиль, Соединенные Штаты, и в Европу, и в Австралию, и в Канаду, кроме того, что нас проверяли, поэтому мы были в Вене и Италии столько времени, среди нас был тоже хлам. Среди нас были законники, криминальные авторитеты, и они тоже попали в Нью-Йорк, и все, их недопроверяли. Так если нас проверяли, из нас там 1-2% таких пришло, что же будет с теми, которых не проверяют? Они просто-напросто пришли к кого угодно. Это во-первых. А здесь будет 1-2%? Во-вторых, мы, наверное, продолжим после того, как сделаем перерыв. У нас здесь звонок, оставайтесь на линии, не отключайтесь. Нет, наверное, лучше перезвонить, потому что это займет какое-то время. Продолжаем нашу программу. У нас есть телефонные звонки, наверное, давайте дадим возможность высказаться нашим, радиослушателям. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, среди этой толпы, которая, нелегалов, которая идет из Гондураса и так далее, из Мексики, там еще и присутствуют члены Айсис. Несколько недель назад было сообщение, что по наводке, так сказать, ЦРУ или FBI задержали в Гондурасе члена Айсис. И поэтому вот не хотят не только ситезеншип, но неизвестно, кто вообще приходит среди нелегалов. Почему вот при Обаме было столько терактов, которые мусульмане сделали, а сейчас они все притихли. То есть вот эти сел спящие, они существуют здесь, и сколько сюда пришло именно исламистов, террористов, никто не знает. Поэтому опасность страшная просто. Естественно, конечно. Никто не проверяет. Это такая лазейка для них, как лучше не придумать. Мы остановились. Да, мы говорили просто о том, что вот как раз вот о чем радиослушательница сейчас сказала, что приходят абсолютно... И я тогда привел пример, что из Советского Союза тоже приезжали. Мы приезжали сюда легально, и среди нас были все-таки какие-то отбросы общества, советского общества, если уже на то пошло. В это же самое время я хочу сказать, что сейчас сюда прилетают очень много людей с Восточной Европы, с Европы вообще, с Африки, прилетают сюда на гостевых визах или на студенческих визах. Они остаются в Америке, по крайней мере, пока они здесь в легальном состоянии, до того, как они эти визы не исчерпили, они берут адвокатов для того, чтобы остаться в Соединенных Штатах. И они собираются, они не хотят отклоняться от законов Соединенных Штатов, они хотят платить налоги, хотят работать, хотят жить нормально, потому что, в принципе, Соединенные Штаты это страна для нормальных людей. Их цель интегрироваться в наше общество. А не цель, чтобы приехать сюда, получить бесплатный медикейт, как сейчас делала это Калифорния, получить талоны на питание, получить... В связи с этим у меня вопрос. Некоторые наши оппоненты все время приводят такой аргумент. Эта страна была построена иммигрантами. Вот иммигранты всегда приезжали в эту страну или сравнивают нас с тем, кто идет через границу, или даже предыдущие поколения, которые ехали через Элис-Айленд. Как вам такое аргумент? Кстати, я работаю в строительном бизнесе и очень много встречаю старых работников, старых людей, которые в этом бизнесе очень долгое время. Среди них итальянцы, ирландцы и так далее. Даже евреи из бывшей России, их предки приехали сюда раньше. Они говорили, родители запрещали им говорить дома на родном языке. Они должны были говорить по-английски. Почему? Потому что они ходили в школу и они учили английский. А родители должны были работать. У них не было возможности учить язык. Поэтому язык дома был только английский. Иначе родители не могли учить английский язык никаким другим способом. Они хотели интегрироваться в это общество, в американское общество. Кстати, точно так же, как и мы, у нас были лучшие возможности. Мы могли ходить в школу, могли ходить даже те, которые приехали сюда взрослыми, могли ходить сюда в синагоги, учить английский и так далее. Была возможность. У тех не было возможностей. И опять-таки, они не отклонялись от работы. Они не просили ничего от Америки. Они хотели, чтобы... Когда вышло даже такое выражение, как melting pot, этот котел... Как это правильно? Плавящий. плавящий котел... Это не потому, что мы все разные, а потому, что мы все стремились к одному и тому же. Цель была другая. Цель была, чтобы улучшить свою жизнь, а при этом улучшить жизнь этой страны. Потому что все понимали, что если страна будет давать, а не страна будет принимать, то страны не будет. Мы должны принять звонок. А теперь выражение плавильный котел заменили на diversity. Да, да, да. Это противоположная медаль. Диверсити. Или разнообразие. То есть, чтобы люди не принимали американскую культуру, американские принципы. А зачем? Привозила... Каждая сомалийка привозила свои собственные взгляды. Каждая палестинка привозила свои собственные взгляды, принципы и законы. Так я вам скажу, сейчас опять-таки вы придите в какую-нибудь компанию. Там обязательно будут люди, которые говорят по-испански. Почему? Потому что рабочие испаноязычные. Иногда им надо переводить. Вы придите, опять-таки, ну, я знаю со стороны строительства. Так. У меня на некоторых стройплощадках project manager испаноязычные говорят по-польски, потому что они знают, что рабочие придут, поляки. Так. Это просто непонятно, что к чему. И никто не говорит по-английски. Почему? А вопрос, а зачем, да? Потому что есть вот такие вот люди. Да, потому что есть... Ты как начальник должен прекратить это. А возникает вопрос, следует ли принять закон о государственном языке? Да. Да? Конечно. Всегда был сторонник этого. Кстати, 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 можно это решить? Давайте, давайте перейдем, так сказать, не к границу. Если вы хотите, чтобы это была двуязычная страна, как, например, в Канаде, английский и французский, пожалуйста, мы можем сделать английский и испанский. Но ведите это. Но если это не закон, если это не закон, то почему мы это делаем? Почему все документы на двух языках? Совершенно верно. Почему мы тратим кучу денег для того, чтобы издавать правительственные документы на двух языках? Да. Не только правительственные документы, а как выходит вообще маразм. Моя жена получила гражданство в 96-м году. В этот раз я пошел на церемонию, где они принимали гражданство. Вся церемония на трех языках. Английский, польский и испанский. А в Сан-Франциско на трех языках. Испанский, китайский, английский. Почему? Ты сейчас идешь сдавать на права. Уже есть инструкции на русском языке. Я считаю, это неправильно. Конечно, неправильно. Должен быть разный язык. Язык, границы, культура это такие базовые вещи, которые держат нацию, которые держат государство. Отсутствие этих элементов подразумевает развал государства. Я думаю... Сейчас тебя принят в национализме, потому что ты хочешь... В белом национализме. В белом, конечно. Потому что ты хочешь убрать испанский язык. А у нас есть звонок. Давайте примем звонок. Добрый день. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Вы знаете, у меня к вам вопрос. Вот приезжает... Приезжает... Приходится к нам вот эти вот нелегалы без документов. Есть ли в какой-нибудь стране, из которой они, так сказать, исходят, такие законы, что у них нет действительно документов? Это первый вопрос. Второй вопрос. Значит, есть ли в какой-то из этих стран сейчас какие-то погромы или гражданская война? На мой взгляд, нет. Почему их называют, что они беженцы? Отчего они там бегут? Они бегут от социализма, который они там построили. Мария, значит, несколько дней назад я, как говорится, сцепился тоже в сети с одним из наших представителей нашей общины, который приравнял этих нелегалов вот к тем евреям, которые приехали на корабле в 1939 году. Сент-Луис. Да, и когда их завернуло американское правительство и они уехали назад, они были обречены на смерть. Вот теперь подумайте, как можно сравнивать это? Ведь те люди, которые бегут сюда, они не обречены на смерть. Они сюда не едут спасать свои жизни. Они сюда едут для того, чтобы получить бесплатную медицину. У нас есть звонок. Давайте примем звонок. Добрый день. Мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Знаете, я бы предложил вообще такое решение нелегалов. С Гватемалой я сегодня слышал, как-то договорились, что они будут принимать из Сальвадора и Гондураса жителей и как бы расселять из себя. Это Гватемала. Если Гондурас и Сальвадор этого не хотят делать, может быть, предложить их руководству, чтобы прислать им наших специалистов, которые бы там навели порядок. А специалистов у нас, демократов, включая Акафию, здесь будут люди, которые хотят устроить бедным несчастным хорошую жизнь. Это мне ведь здесь. Хотите туда поехать устроить там хорошую жизнь? Вы сами понимаете и знаете ответ на этот вопрос, что такого не случится. Эти же самые руководители не хотят их. Вы прекрасно понимаете, что эти же руководители этих стран, им абсолютно это не надо. Может быть, для них это и на руку, чтобы вот это вот все вот эти, которые хотят уйти, так они уйдут оттуда, им же будет легче там жить без них. Олег, к тому, что ты говорил раньше насчет корабль в Сан-Луис, который в 39-м году. Я тоже еще так говорю. Евреи из Советского Союза, вообще иммигранты, которые сюда приехали, ни один из них не тряс своим национальным флагом, когда пересекали границу. Опять-таки, они хотели влиться в эту общину. Они не хотели быть другими. Они не хотели быть тем, чем они были раньше. Сейчас они приходят сюда и они хотят, чтобы все были такими, как они. И очень оскорбляются, когда нет. Но у меня еще один вопрос насчет наших друзей демократов. Они говорят, что у нас здесь полностью разрушенная страна, у нас здесь расизм, у нас здесь ничего, это все плохо. И они хотят, чтобы мы открыли границы. Если вы этим людям сочувствуете, пусть они едут назад. У нас здесь уже ужасная страна. Куда вы их зовете? Я думаю, знаешь, надо открыть границы, чтобы все сюда приехали, чтобы там была пустота, чтобы мы туда уехали, и мы жили там спокойно себе, и никто бы нас не трогал. По поводу этого корабля, тогда людям действительно угрожала опасность для жизни. Этих евреев должны были уничтожить. Так в конце концов его уничтожили. Да, и в конце концов их уничтожили. Сегодня же этим людям не грозит никакая опасность жизни. И когда они едут в эти концентрационные лагеря, в кавычках, которые называют эти концентрационными, начиная от кортеза, кача нашими русскими, русскоязычными адвокатами. Если там концлагерь, и там так плохо, зачем вы едете в эти концлагеря? Не нужно, сидите дома. Там очень хорошо у вас, там очень приятно. И у нас есть звонок, давайте примем звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел сказать, однажды моя жена пользовалась Убором. Водитель оказался довольно разговорчивый человек средних лет. И он из Индии. Каким-то образом, не потому, что жена расспрашивала его условия жизни и прочее, он как-то сам рассказал. И он сказал, что он, так как он считается малоимущим, несмотря на то, что он работает на Убре и в этой компании, и его жена тоже работает кем-то, я не знаю, у них медицина совершенно бесплатная. Более того, мы недавно делали операцию, вот, он не, какая-то довольно серьезная, не помню, но серьезная какая-то операция была, он не заплатил ни одной копейки. Ну, правильно, если у него 10 детей, естественно, что он малоимущий. Кроме того... У него одна дочка. Да, тогда, ну, может быть, не знаю, как-то там пересчитал его. И тогда жена спросила, а как же дочка, что-то, по-моему, она занимается, я не знаю. А он говорит, а она платит очень маленькую сумму каждый месяц и все. Вот. И жена тогда задала единственный вопрос, а это машины вы брали на прокат в компании Uber или это ваша? Он говорит, да нет, это моя машина. Вот. Я должен вам сказать, что я не думаю, что многие ваши слушатели обладают такой машиной. У него машина Lexus. Окей. Спасибо большое за ваш звонок. Слушаю вас. Добрый день. Алло. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Можно говорить, говорю, да? Нужно говорить. Здравствуйте. Я, значит, хочу сказать две вещи. Во-первых, по поводу вот этого насильника многолетнего. Ну, понятно, что это больной человек и его надо насильственно лечить. Не знаю, лечится ли это, кроме как кассированию. Но это другой вопрос. У меня такой вопрос. Если бы, например, он такой риторический вопрос. Если бы, например, Шапира, адвокат Симпсона был каким-нибудь членом правительства у Трампа, его бы тоже, интересно, требовали снятия его и сняли бы его. Вот это, так сказать, дабл-стандарт. Вы правы, это лечерский вопрос. Вот это вы сняли о кусту. Это первое. Правильно я говорю, да? Конечно. Вот, это первое. Второе, значит, я хотела спросить. Да, и кроме этого, я не очень понимаю. Смотрите, фактически он же не соблазнял и не наносиловал таких совершенно таких хороших невинных девушек. А он, его люди просто шли в это такая школа или таких много, я не знаю, в общем, там девочки только и ждут, так сказать, чего-то такого. И это фактически платные молодые проститутки. Вот и все. Ну, так как они не профессиональные, но начинающие, но это... Давайте мы это оставим на... Окей, оставим. Окей, теперь у меня очень хороший пример. У меня одна знакомая, которая босновская профессорша. У нее квартира, естественно, в Бостоне и дача на Кейткоде. Мы у нее там пару раз снимали. Короче говоря, она два или три уже года как потеряла эту дачу, потому что она ее умудрилась ждать многозетной семье. И, так сказать, я уж там не знаю, платили ей или не платили, но их не выселить, короче. И вот она такая демократка вся, всегда попрекает всех, что мы бесчеловечны, вот на границе не берем всех, как идет и так далее, и так далее. Вот мне интересно теперь, я, конечно, не решаюсь ее спросить, она поняла вот этот жесткий урок социализма, потому что у нее же два дома, так сказать, в котором можно жить. Вот один ей оставили, а второй она поделилась. Все правильно. Спасибо. Но ведь Трамп предлагал в свое время, чтобы всех нелегалов на автобусы мы отправили в тех городах, которые sanctuary city, sanctuary state. И многие демократы подняли бой и сказали, что он расист. Вы знаете, два слова просто вот по поводу Эпштейна. Адвокаты Эпштейна, они же утверждают, что принуждение несовершеннолетних к предоставлению сексуальных услуг нельзя считать секс-торговлей, а скорее потребительским поведением. и его адвокаты они требуют оспорить устаревшие, утратившие свою актуальность обвинения. Понимаете, на что вот давит вот защита. У нас здесь еще один звонок, давайте примем быстренько. К сожалению, нет, у нас уже время не принимать звонки. Единственное, коротенькое сообщение, вы помните, какой вой в свое время подняли демократы по поводу того, что Трамп сказал, хватит давать в Порто-Рико деньги. Вот сколько мы можем туда, он сравнил, ну там, 19 миллиардов дали, там, скажем, во Флориду или в Техас и 90 миллиардов отправили вам в Порто-Рико, которые ни хрена не могут ничего сделать. Понятно, вот сейчас уже двум официальным лицам, бывшим членам администрации, предъявлено обвинение. Сволочи, разворовали наши деньги, наши кровные деньги, которые мы отправили в Порто-Рико. И устроили скандал, шоу, Трамп не бесчеловечный, бездушный. Порто-Рико там загибается, погибает, а он не хочет им помочь. Как же мэр Сен-Хуана, она же заморозила вот эти все поставки. Вы бы видели эти продукты, которые сгнили, которые были отправлены и собраны нами. И у демократов нет совести. Они готовы использовать любой повод, чтобы быть властей. Чтобы быть властей. Абсолютно. И они готовы использовать любую возможность, чтобы остаться у власти. Вы послушайте на эти обещания, которые дают эти кандидаты в президенты. 100 миллиардов сюда, 100 триллионов туда. Все бесплатно. 500 триллионов сюда. Все бесплатно. Кто не спрашивает, а кто за это будет платить. А цифра... А веслоухие... А цифра доходит до 36 триллионов, и то, по некоторым данным, чуть ли не до 60. в тех, или 7 триллионов, которые уже есть. Расчет на идиотов, коих, к сожалению, хватает в нашей стране. КСНН, как сказала... Продукт вот таких профессоров, которые говорят, что в Советском Союзе людям жилось лучше, чем... Я единственное, что никогда не мог понять. Ну ладно, американцы, они еще в этом соусе не варились. Люди, которые приехали сюда между 79 и 89 годом, которые приехали сюда в зрелом возрасте, скажем, от 20 до 25, 30, 40 лет, они приехали сюда в 89 году, чтобы убежать от этой системы. И сейчас они пропагандируют эту же систему здесь и называют это социализм человеческим лицом. Это как? Ты не прав в корне, потому что ты задаешь этот вопрос здесь. Ты этих людей знаешь, даже на Фейсбуке. Вот давай им прямо зададим этот вопрос. Так они уходят от ответа. Вот ты себе ответил. Либо говорят, это был неправильный социализм. Да, они говорят, они еще социализм человеческим лицом. Дураки были, они неправильно делали. Вот мы такие умные, мы социализм построим по-другому. Окей, друзья мои, Олег Патлак, Игорь Фиалко, меня зовут Сергей Зацепин. Сегодня мы на эту тему разговор закончим. У нас впереди еще масса интересных встреч и программ. Всего доброго. Отдыхайте. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok